Аким Актюбинской области Асхат Шахаров свою первую рабочую поездку по региону совершил в Каргалинский район. Формат подобных поездок предусматривает в первую очередь решение проблем, с которыми сталкиваются сельчане. В частности, будут решаться вопросы с долгостроями, их Батамше-2, Школа искусств и ФОК. Немаловажная задача – реконструкция дороги от райцентра до трассы Актюбе-Орск. Вопрос развития дорожной инфраструктуры для каргалинцев актуальный. 30-километровый участок трассы до райцентра капитально не ремонтировался десятилетиями. И в текущем году дело сдвинулось с мертвой точки. Глава региона посетил предприятие по добыче щебня, которое используется для обновления дороги. Завершить реконструкцию трассы планируется в августе 2024 года. В результате будет улучшен маршрут движения транспорта, следующего с юга страны по коридору Западной Европы-Западной Китай. Фуры и легковые авто будут двигаться по трассе Донской Апатамша с выходом на Орск через Каргалинский район. На данный момент рассматривается по второй категории транспорта, который будет не менее 15 лет. На данный момент в этом году мы хотим сделать основную часть, это обезная часть, а основание самой трассы, следующий будет приступить к ассартам. Ширина дороги у нас будет 7 метров, в местах примыкания к Апатамше будет до 9 метров. Там будет помощь освещение, количество полос будет двухполосное. Особое внимание Асхад Шахаров уделил проблемным объектам, включая новое здание школы искусств в селе Апатамша. Смета на строительство этого объекта была составлена еще в 2017 году, но в связи с удорожанием строительных материалов потребовалась корректировка проектной документации. Положительное заключение государственной экспертизы было получено лишь в мае 2023 года. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы. Родители детей, которые будут посещать эту школу, также ознакомились с ходом строительства. Мы давно ждем этого события. Дети постоянно спрашивают, когда они переедут в новое здание. Мы рады видеть, что работы в полном разгаре. У меня 13 внуков, 4 правнука. В целом много молодых ребят проживает. И для них нужно построить такое внешкольное учреждение. Тем более талантливых школьников, которые хотят проявить себя в разных направлениях искусства, у нас хватает. В местной школе искусств обучаются не только ребят из Карагалинского района, но и талантливые молодежи. И нам нужны дополнительные образовательные объекты. Проект находится под строгим контролем. Из зданий будет введено эксплуатацию в следующем году. Весной будут проведены мероприятия по благоустройству и озеленению территории. Важно подчеркнуть, что в школе искусств ребята получают необходимые знания по таким направлениям, как музыка, хореография, театральное, изобразительное искусство, дизайн. Старое здание признано аварийным. Поэтому строится это новое здание. Дети у нас занимаются по пяти направлениям. Таких как дизайн, театр, хореография. Такие направления. Затем порядка 530 детей. Поэтому эту школу население очень ждет. Школа со своими традициями. В 2014 году школа искусств Каргалинского района является членом клуба ЮНЕСКО. Имеет очень много достижений. Дети наши очень одаренные. Буквально вчера в Астане были Дельфийские игры. И по позиции театра они заняли второе место. Имеется в Батамшее еще один проблемный долгострой. Фискультурно-оздоровительный комплекс. Возводить его начали пять лет назад, в 2018 году. Проектная документация подвергалась корректировкам. И дата ввода здания в эксплуатацию была утверждена в апреле текущего года. Однако строительно-монтажные работы на объекте не были проведены в соответствии с графиком. В результате суд вынес решение о взыскании штрафа в пользу государства с подрядной организацией. Глава региона встретился со строителями, возводившими объект. Многим подрядчик до сих пор остался должен по зарплате. Все эти вопросы взяты под строгий контроль. Ознакомились в этой поездке в Каргелинский район с проблемным участком корректировщика. То, что формат мы переходим на решение тех проблем, которые полночили этого района. Мы видели неоконченные проекты по социальной сфере. Также основной упор сейчас мы делаем на дороге. Те проблемы, которые на данном случае существуют, будем решать возможность есть. Глава региона также провел личный прием граждан в Батамше, на котором аксакалы подняли тему дальнейшего развития села, ремонта трассы, связывающая населенный пункт с областным центром и обновление поселковых дорог. Николай Сырбов, Жанадиль Сагиев, Руслан Ельтаев. Телеканал Актюбе.